Всем привет, с вами Мосс. Думаю, вы заметили, как сильно подешевели некоторые игроки за последние пару недель. Ну и не мудрено, сейчас середина ноября, совсем скоро черная пятница и первый глобальный обвал рынка. Продавать что-то, может быть, уже поздно, а вот закупиться редкими золотыми игроками, ну вот самыми метовыми карточками, самое время, вот сегодня мы как раз соберем состав, в основе которого будут лежать редкие золотые игроки, но при этом супергодные, и посмотрим, чего сможет добиться такой состав в онлайне Division Rivals. Ну а за матчами национальных, сборных, еврокубками, да и не только футболом, смотрите в компании моих хороших друзей из Пари, которые для вас в закрепленном комментарии оставили отличный бонус. Компания Пари предлагает лучший клиентский сервис в своем сегменте, максимально удобное и понятное приложение, молниеносная работа и широченная линия спортивных и кибердисциплин. Выбирай ближайший матч, забирай фрибет от моего партнера в комментариях и получай еще больше удовольствия от спорта. Айда, сразу соберем состав. На вороту встает лучший золотой кипер из рарного золота, 2 метра бельгийской годноты по имени Тибо. В некоторых матчах, правда, я гонял еще Миньяна, так что не удивляйтесь, если вдруг в геймплее обнаружите несоответствие. Мик тоже, к слову, вполне годный кипер. В центре обороны еще одна сладкая парочка, которую приходится видеть невероятно часто – Рафаэль Варан и Маркиньош. Такой дуэт очень неплохо дополняет друг друга. Бразилец, благодаря игровому стилю Плюса, отлично справляется с перехватами мячей, он более поворотливый и хорошо играет на втором этаже. А француз с талантом имени Енотовой Морды берет на себя непосредственно отборы мяча. Да и блокирует удары он, на удивление, регулярно, даже без соответствующего перка. Уникальные модельки, видать, читерства с годами не теряют. Слева по аналогии, слепленный по образу и подобию себя же настоящего Тео Эрнандес. В лишней рекламе не нуждается, ибо мелькает в каждом втором составе. На старте сезона стоил сотню, а сейчас уже без пяти минут фоддер. Справа лично у меня стоит последний маломальски сносный дроп в этой фифе в лице Жуау Концелу. Тут вот да, дорого и сердито. И талант у латераля один из лучших в игре, и универсальность подкупает. На ЦП он сыграет ничуть не хуже, чем на фланге. А коль надумаете ставить именно на ЛЗ или ПЗ, точно накидывайте тень, но не ставьте ему указания оставаться сзади, иначе и четверти его потенциала не раскроете. Ну и коль тут не бюджетный вариант, в качестве дешевой альтернативы отлично зайдет Лига Европейская карточка Клауса, которая собственно и страхует у меня Концелу на второй тайм. В центр поля ставим Джуда Беллингема, можно обычного, можно Информа, можно и Потма, при любом раскладе получите отличного бокс-то-бокса на все случаи жизни. Рядом тусуется теперь уже 93-й Лука Модрич. Слушайте, цена кусается, но это игрок, который задержится у вас в основе очень надолго. А если еще и удары три вела и освоите, и поставите на поток, может вообще не расстанетесь с пожилым хорватом до конца игры, настолько он хорош. В качестве недорогого заменителя можно поставить Фрэнки Де Йонга, который тоже дружит с пасом, но больше заточен под защиту. Чтобы помочь по сыгранности нашему мета-составу, по-любому нужно впихнуть одну легенду. Конкретно мне не хватало ЦП оборонительного плана, и лучший здесь по соотношению цена-качество 90-й Центурион Занетти. Как по мне, невероятно недооцененная карта с прекрасными характеристиками и целой россыпью полезных для разрушителя талантов. Нападение, как и положено, опичкаем быстрой и техничной метой по лучшим финтобоярским канонам. Слева заезженный и опостылый, но по-прежнему годный Родриго. Если вдруг не собирали, зайдет любой другой технарь из Ла Лиги. Расти в любом случае будет куда, потому что в идеале сюда должен рано или поздно встать Венисиус. Справа даем линк Маркинишу, попутно внедряя штатного выкручивателя галиков вражеской защиты Усмана Дембеле. Он и на финтах хорош, и за спину убегает только в путь, а пятерик на слабый сглаживает не самое жирное завершение. На страйкере, наверное, лучший, не считая Кельянчика, золотой рарный форвард с пятеркой на финтах с достойной скоростью и завершением. В начале сезона я сбагрил его за четверти миллиона монет, теперь же он стоит в 4 раза дешевле, хотя Депутат Большенос по-прежнему намного лучше многих цветных проходимцев из последних ивентов от канадской конторы. Залетаем с двух ног в запылившиеся райвелсы и проверяем, сколько боли и страданий причинят соперникам дешевеющие золотые бесты. Чуть что играем лишь двумя схемами, агрессивный 4-3-2-1 или сбалансированный узкой 4-2-3-1. Друзья, на носу черная пятница и другие знаковые ивенты от канадской конторы, отличное время, чтобы усилить состав, и если не хватает золотишков, вам поможет Ваня Мухин, сделает все оперативно, качественно и надежно, он же подсобит с играми, подписками, аккаунтами, работаем не первый год, ссылка в описании ролика. Состав первого оппонента потной катки не предвещал. Скват у него тоже из-за разряда рарное золото затащит, но качество картона пониже. Другое дело, что когда твой Усман, попадая в зеленый ТФ, не забивает 7 метров, стоит насторожиться. В общем-то, Дембелья по другую сторону тоже ничего неординарного не выдумал. Классическая пробежка по флангу, средней паршивости подачи и звездный час Тибо Куртуар. В одной из ответных атак за дело взялся старец Лука. Открылся хорошо, просочился сносно, но даже читерский удар с кракеты застрял где-то в кишках у Донна Румы. В следующей вылазке пробуем противоположный фланг, жмем плеерлок и тестируем еще один вроде бы железный способ взятия ворот. И тут тоже манджуки чем как-то не пахнет. Наплодив спитак моментов, мужики уходят в раздевалку. Дедок Нуну говорит, все фигня, давай по новой. Куртуар захлебывается чувством вины за привоз, и второй тайм начинается воистину бодрее. Лука, Рокфор и Канцеллу оперативно соображают на троих, отбирая у соперника еще один туз из колоды гандикапных скриптов. Игра же не может тащить вечно. И действительно, на 60-й минуте Рудигер и Арауха внезапно переспоют исполнять чудеса на виражах, и Усманчик сравнивает счет. А спустя всего 4 минуты, уже Рокфор, не выдумывая лишнего и даже без зелени на АТФ, простецким ударом выводит Мозефси вперед. Осталось пережить кик-оффную, и на секунду тут даже промелькнули флэшбеки из первого тайма, но на этот раз Куртуар надежен. Напоследок награждаем оппонента третьим на пасашок в исполнении Занетти и созерцаем Рэйдж Квит. Состав следующего соперника, не считая одной нераскачанной эволюции, вопросов уже не вызывал. Духота вышла знатная, почти без моментов. По-настоящему достойный хайлайт случился лишь на 69-й минуте, когда Рэши воспользовался пятериком на финтах, а набегающий Лука саданул отличную пушку-колотушку. Откровенно скучная и сухая игра, но снова победа. У третьего оппонента сквад нарисовали еще бодрее прежнего, тут уже по номиналу заметно дороже нашего. Правда, соп сразу спалил свою ориентированную на фланги и на весы тактику, и по ходу пьесы играть против него было несложно. Первый галешник наши закатили со стрёмного отскока на 18-й минуте. Второй получился уже чистеньким, здесь снова зарешали депутатские скилл-мувы. Во втором тайме игра уже выровнялась, и по-хорошему Родриго должен был один отыграть, но здесь нас откровенно спасает Куртуар. В последствии была еще пара неплохих моментов. Например, когда варан соперника спалился, что его купили за пирожки. Угловой, кстати, тот вполне мог закончиться третьим взятием ворот, но Маркиниш от звона штанги как-то растерялся. Ну а на сладкое, и чтоб жизнь медом не казалась, нас проверяют составом почти полностью из легенд. Может не самых злобных и метовых, но тем не менее. Из обилия моментов в первом тайме особо не наблюдалось. Наши, как обычно, пытались атаковать перекошенным в плане атаки и правым флангом. Но то мяч застревал где-то в защитниках, а где-то даже безотказные и стабильные мэтры не попадали в створ. С другой стороны, соперника из соображений безопасности мы поддушили, вообще не давая свободы в центре. С его стороны было пару навесов без какой-либо остроты. Второй тайм начался для него напрочь проспанный кикоффный, но соп не растерялся и очень вовремя подвинул вратаря. А на 59-й минуте уже сам убежал стоечковым и чё-то там перемудрил. Видать, хотел ударить шведой, но не попал в тайминги. Справедливости ради, у наших тоже идеи будто бы иссякли. Канцелу уже от безнадёги сам пробует садануть с острейшего угла вместо заезженных передач в центр, но всё напрасно. Замены тоже никакого толка не принесли. Скорее, соперник мог забить после шустрой пробежки Будрогеньо. Но концентрация его таки подвела, причём уже в добавленное время. Подключение Рэши он благополучно профукал, и на этот раз, чтобы надёжно, стреляем с зелёным ТФ в ближку. Вырываем победу и констатируем, что наш недорогой состав более чем боеспособен. Ребят, пока я записывал геймплей для этого видоса, ценник на состав успел ещё снизиться, и чем ближе будет Чёрная Пятница, тем дешевле будут стоить редкие золотые игроки. В общем, главный сейчас совет — это держать максимальное число монет на балансе клуба, не разбазаривать их, потому что совсем скоро вы сможете купить, ну, вайсину топовых игроков за очень приемлемый ценник. Ну а пока можно поиграть с бычешками, которые у вас уже были в клубе, ну и всякими непродаваемыми годными живчиками. Если понравился видос, не забудьте поставить палец вверх, ваша поддержка очень важна для канала. Подписывайтесь, если вы этого ещё не сделали, и прожмите колокольчик, чтобы не пропускать свежий контент. Пишите пожелания по нему в комментариях, всегда читаю, всегда прислушиваюсь. И на сегодня всё. Всем пока, с вами был Мосс, скоро увидимся.